Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука, и снова я в гостях у Дмитриева сада. Ну, на самом деле, у автора этого канала, у известного блогера, садовода, огородника, у нашего любимого Димы, огромного такого, ну, реально огромного, это я на цыпочке встаю, чтобы не казаться слишком маленьким, у огромного труженика, труженика за наш урожай. Привет, Дима. Здравствуйте, всем привет, Иван, рад приветствовать вас снова. У нас за бортом такая адская погода, надеюсь, что этот дождь не будет громче разговаривать, чем мы. Но я, несмотря на дождь, успел забежать к себе в огород и посмотрел, как там сейчас все выглядит. И я тебе хочу сказать, что я даже немножко закомплексовал, правда, потому что у тебя такой образцово-показательный абсолютно огород, такие ровные грядочки, там уже все подвязано, подрезано, почищено, уже смородина даже обрезана, у меня еще нет. И вообще такой какой-то совершенно образцовый порядок. Вот ты знаешь, что даже мне люди пишут, что сколько у вас людей работает на участке, сколько людей вы нанимаете для того, чтобы и ролики снимать, и огород сажать, и там до ноября огурцы, помидоры собирать. Вот сколько ты людей нанимаешь? Ну, если честно, нисколько. Работаю я, и иногда мне мама помогает, но мама больше занимается сбором урожая и домашними заготовками. Варенье, компоты, закатки, заморозки, вот это мне мама делает, а я выращиваю. Слушай, вот ты мне скажи, поделись секретом. Вот в чем секрет такой оптимизации работы в огороде? Вот на самом же деле люди часто пишут, ой, еще это надо сделать, ой, вы еще говорите это сделать, а где время взять на все это? Вот как тебе удается оптимизировать вот все свои садово-огородные вот эти движения и работы? Я всегда планирую работы. Обычно я заранее уже составляю план на работу на следующий день. Вот я вечером ложусь спать, и уже в мыслях у меня так, какие завтра я буду работы делать. Вот, если вдруг погода не позволяет, тогда этот план я быстро переделываю и работаю где-то в помещении, там в теплице работаю, если дождь идет, выполняю другие работы. Если погода позволяет, значит я делаю определенный объем работы. Вот, и я стараюсь всегда этот объем выполнить. Тяжело, устал, уже темнеет начинает, но всегда стараюсь работу доделать, чтобы не оставлять на завтра. И у меня каждый день, как-то вот такие работы спланированы, и я их делаю, делаю и делаю постепенно. Я не знаю, я могу тебе, наверное, только позавидовать, потому что я абсолютно вот другого склада человек. У меня вообще никогда ни на что нет никакого плана. Я всегда все делаю хаотически и, так сказать, под действием минутного импульса. Я приезжаю к себе на участок, я его осматриваю, у меня вообще приезд начинается с того, не, ну ты же живешь здесь. А я в субботу примчался, ну летом в пятницу вечером, еще светло. И я только двери в дом открыл, но я сразу побежал смотреть, где у меня что растет, как оно изменилось за эту неделю. И у меня в голове тогда уже созревает какой-то план, что я тут должен пополоть, а здесь должен что-то там подрезать, а тут лища какая-то напала, надо погонять. То есть у меня никогда никакого плана нет, у меня сплошной хаос. Но я тоже успеваю, ты понимаешь, тоже успеваю. Казалось бы, я в деревне живу постоянно, но тем не менее приходится часто в город ездить. Съемки по несколько раз на неделю, какие-то еще другие работы, там строительные работы, что-то где-то ремонтировать надо, какие-то дела в городе. И казалось бы, я в деревне нахожусь, но постоянно какие-то другие дела. И бывает, что я только один день в неделю, либо два дня могу посвятить огороду. Остальное время я занят другими делами. А ты выпуски свои, ролики как-то планируешь? Делаешь план? Да, конечно, я смотрю, чтобы сезонность была, конечно, чтобы тема была актуальная. Конечно, не всегда так получается, потому что я понимаю, что зрители в разных регионах живут. Кто-то где-то севернее, кто-то южнее, на других континентах и зрители живут. Есть люди такие смешные, пишут мне, например, в комментариях, что вы рассказываете? У нас уже снег давно лежит за Уралом, да? Не, я понимаю, но у нас-то снега нет. Я же должен рассказать, ну, как у меня в огороде, значит, уже какая-то рекомендация пойдет на будущий год. Ну, не можем мы, к сожалению, рассказывать абсолютно для всех зрителей так, чтобы на одну шестую часть суши все успевали в один и тот же момент делать какую-то работу. Мы, конечно, привязываемся все-таки к своему климату. Да, к своим условиям. У тебя такой ровненький огород, везде такие прямые горизонтальные линии, но он такой, я его называю, образцово-показательный. Вот смотри, насколько мы разные. Вот у меня в огороде ты не найдешь ни одной прямой линии. Ну, бывает там, что-то я в рядочек посажу, но у меня все вот так, то есть у меня все какими-то изгибистыми и такими изгибонами, понимаешь, я все высаживаю. Я не знаю, наверное, это связано с организацией психи. Кому-то нравится вот, чтобы было регулярно, а у меня такое, чтобы все вдруг из-под друга торчало и нигде не было ничего ровного. Ну, понимаешь, еще потому что ухаживать удобнее. Когда у тебя здесь грядка морковки, тут там лука, проходы ровные, как-то все спланировано, все посадки, тогда и ухаживать проще. Я согласен, я когда занимаюсь селекционной работой, то есть я когда закладываю вот уже профессиональное селекционное поле, то там, конечно, все прямые линии, отбито шпагатом, рядочки, метровочки, все это сделано, этикеточки стоят. Я с тобой согласен. Там, возможно, еще один фактор оптимизации своего огорода для более удобного ухаживания, потому что если у тебя расстояние между рядками морковки на ширину тяпки, то ты взял и протяпал. Я там не ориентируюсь. Ну, есть рекомендации, отступайте столько-то. Слушайте, ну, если я столько буду отступать, кешь, тяпкой туда не влезу. Мы, может, красиво выглядим, да, с тобой. Ну, мы же тоже и в тяпке, и в сапогах, и в таких перчатках, и в глине все, если дождь идет. Поэтому здесь, конечно, надо ориентироваться на какие-то местные условия по организации этого огорода. Но мне на твой нравится смотреть, потому что когда ксад огород чужими руками, знаешь, тогда очень и очень красиво. Да, я тоже люблю. Даже к соседям люблю зайти. Иногда у них огород маленький, все так выпало, там у меня заросло там все с радиками. Думаю, блин, какая красота. Вот я так думаю, ксад огород чужими руками. Надо такой канал сделать, ходить к тебе в гости и все у тебя показывать. Можно просто сниматься у соседей. С соседей, огурцы воровать на урожай. Слушай, вот я на самом деле, по мере того, как я погрузился когда-то в проблематику защиты растений, но это получилось автоматически, потому что когда ты занимаешься селекцией растений, созданием новых сортов, ты невольно погружаешься в тематику агрономии, потому что тебе надо выполнить весь объем агрономических работ для того, чтобы потом заниматься селекцией. Это же и посадка, посев, урожай, удобрение, защита растений. Вот я погрузился в тематику защиты растений очень глубоко. И, конечно, когда я перешел на биопрепараты, я понял, что это для меня высвобождает очень много времени, потому что я понял, что живые организмы начинают работать за тебя. Вот я уже первый год был, вот этот 23-й, когда было много жука у всех соседей, фитофторы, а я ни разу не травил жука, потому что у меня уже прижилась Баверия, и уже жуки сами дохли. Но это уже третий год был от начала внесения. Потому что у меня же мало... Сколько лет твоему огороду? Ой, давно. Первый участок я купил 15 лет назад, и огород тоже время через дорогу, еще один участок. И потом еще один участок уже лет, наверное, 7-8 назад. Поэтому вот огород у меня, наверное, на том месте, где он сейчас есть, где-то, ну, наверное, лет 7-8. Ну, вот у меня огород третий год, третий сезон вот этот прошел. Хотя уже там на этом месте огород был давным-давно, ну, чужой только был. А вот я уже по-своему стал его организовывать и делать только третий год. И вот на третий год от начала внесения я понял, что я уже не буду занимать время много на какие-то защитные мероприятия, на что-то еще. А я тебя хотел спросить по поводу триходермы. Вот такая вот триходерма от Тутагра, закваска, триходерма-микс, триходерма своими руками. Ты пробовал? Я еще не пробовал, еще жалею сейчас. Жалею? Да. Жалею. Думаю, ну, что я сейчас распакую, ну, компост пролью, думаю. Ну, ладно, компост. Я и так проливал триходермы, там уже в грядке его внес. Думаю, лучше я оставлю до весны. Да, потому что сейчас компостной кучей я постепенно заполняю, еще там не все поубирал, там всякую ботву, знаешь, после уборки. Хочу уже все забросать, и пока их заполню, уже, в принципе, поздновато немножко, уже лучше весной. Потеплеет, я возьму вот эту триходермочку, пролью компост, и у меня все красота, и будет отличный компост рыхлый. Не жалей, я тебе еще, да, тебе привезу, Павла-то. Я на самом деле триходермой заливаю все, вот абсолютно все. Триходерма, гриб, который растет очень легко, и это тоже оказалось очень большим подспорьем. Почему? Потому что я увидел, что у меня болезней все, нету. Я снимал выпуск, вчера снимал выпуск, как бороться с черным раком на яблоне. Потому что на самом деле, несмотря на то, что осень, зима, холодно, в моменты оттепели, этот черный рак все равно размножается. Потому что грибочки даже при низких температурах нормально живут. И распространяется. И я бегал, 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 хоть бы симптом какой-то найти. Уже подбежал на соседний участок к сестре. Думаю, может там этот черный рак найду. Слушай, не могу показать черного рака. Нету, надо куда-то будет ехать, где-то искать черный рак. Сейчас интересная такая ситуация, что черного рака стало меньше, зато европейский привод. И вот ты понимаешь, бегаю по всему своему участку и реально не могу найти симптомы, заболеваний, про которые хочу рассказать. И я тоже считаю, что это заслуга вот того, что я постоянно вношу триходерму. Понятно, что на большой участок внести ее сразу и много, но это кое-чего стоит. Ну, поэтому закваска тут большое подспорье, потому что в закваске на один гектар можно сделать себе триходерму, чтобы одномоментно, однократно внести на целый гектар. Ну, на твоей площади как раз очень подходит. Ну, знаешь, я чуть проще делаю. Понимаешь, чтобы все даже пролить, ну, ты представь, сколько-то раствора надо. Но я осенью практически все посадки и многолетние цветы, и теплицы, и огород, клубнику, малину, ягодные кустарники, плодовые деревья, я все засыпаю, эмульчирую компостом, перепрешиваю. Но в начале сезона, когда уже весна начинается, я компостная куча, у меня их там, по-моему, 8-11 штук, там огромное количество компоста, тонны просто. Я проливаю триходермой. Правильно. И у меня триходерма уже есть в компосте. И получается, я триходерму туда внес, и она у меня по всему участку распространилась. Это очень правильный подход. Между прочим, об этом фактически никто не говорит. Вот ни одного блогера, даже ни одного специалиста по защите растений. Знаешь, когда говорят специалисты по защите растений, то чаще всего подразумеваются, ну, какие-то там научные сотрудники или специалисты крупных фирм, которые работают на гектары, огромные сотни гектар, которые имеются в таком индустриальном, большом, фермерском, таком большом производстве. А про огородников, про нас, про маленьких таких владельцев участков, небольших, никто не говорит. А на самом деле, вот это твоя схема, что надо приготовить на основе триходермы такой биопродукт на базе своего компоста, а потом ты невольно его разбрасываешь. Тебе уж его надо разбросать в качестве удобрения. И в итоге у тебя вот эти грибочки полезные, всё-всё-всё распространяется по всему участку. Это, кстати, очень рациональная идея. Масштабировать с помощью закваски, а потом масштабировать с помощью своего компоста. Она же в компосте прекрасно вырастет. Ну и опять же экономия на биопрепаратах. Конечно. Для таких объёмов, если всё пролить, то есть да, там много закваски надо готовить. Тем более, это новый продукт, до этого же не было таких продуктов, чтобы позволять вырасти там закваски такое количество, да. То есть, представляешь, сколько нужно было купить биопрепаратов на основе триходермы, чтобы пролить гектар земли. Какой-то ужас. Ну, это не окупится урожай. И вот мы в теплице стоим, и вот здесь у меня компост, а вернее, это зерновая земля. Это молодая теплица, я только вот весной её поставил. И здесь был дёрн, поэтому весь дёрн я отложил в стороночку, сверху соломкой накрыл и триходермы пролил. И всё, у меня всё перепрело, и такая вот хорошая заправка для теплицы. И опять осень перепревшая сюда я всё засыпал, и всё. А я только хотел спросить, сколько лет твоей теплицы? Такой замечательный, комары летают, представляешь? Тепло. Тепло, да. Такой, как поликарбонат, думаю, чистенький такой. Вот это новая теплица. Вот эта теплица у меня 3 на 6, это весной я ставил. А более старая теплица, ей уже, наверное, лет 7, она 3 на 8. Вот, поэтому в этой теплице у меня были высокорослые все томаты, сорта. Так у тебя и там поликарбонат чистенький, или ты его менял? Нет, там не менял. Очень хороший производитель попался мне. Когда-то я покупал эту теплицу, и вот сколько лет поликарбонат, как новенький. Беленький, чистенький вообще, отлично. Классно, потому что с поликарбонатом на самом деле большие проблемы. Люди часто говорят, 3 года он делается мутный, жёлтый, грязный. Я-то хлорочкой всё мою каждый год, чтобы не допускать этих загрязнений. Ну, или приходится менять. Я по твоему совету биопагам. Биопаг? Нет, биопаг внутри, биопаг вообще прекрасно. Он держит и водоросли, и вот эту всю ерунду, там, кладоспориозы, чтобы это всё не цеплялось. Это действительно он держится очень-очень хорошо. В этом году, знаешь, у меня впервые в жизни в этом году был кладоспориоз на томатах. Ну, я не скажу, что там массово было, он уже к концу сезона пошёл. Уже, наверное, к середине сентября, может, или к концу, когда уже помидоры, в принципе, уже начали отходить. Но были симптомы вот кладоспориозы. Я думаю, что из-за жаркой такой погоды... Я только хотел сказать, в этом году такая жарища была, просто ад какой-то. Естественно, ну, по мере того, как ты будешь масштабировать триходерму и не будешь жалеть за кваску, вот, у тебя этот кладоспориоза вообще не будет, потому что как раз триходерма его выжирает просто замечательно. Ну, конечно, была такая проблема, что что-то у меня начался урожай малины осенний. Надо собирать там каждые 2-3 дня малину. Это постоянно работа. Потом убор каких-то урожаев. И как раз вот такой период получился, что мне не было времени обработать по листу сеной палочкой томаты. Потому что я обычно уже, когда начинается плодоношение, да, не использую какие-то химикаты, я сеной палочкой. По листу раз в 2 недели обработал, и у меня всегда всё хорошо. А в этом году объём работ и съёмки, и всё это как-то одно на одно, и я не успел. Думаю, ну, может и так нормально будет. И нет, выскочил. Прискочил. Да, то есть надо... Ну, да, не пропускать. Всё правильно. Ну, ладно, поработали. Хорошо. Тебя... Ну, ещё работы, я вижу, хватает. У меня ещё больше, потому что всё-таки я дачник выходного дня. Хаотичный. А ты – дачник каждого дня системный. Вот. Но... А как ты отдыхаешь? Ночью. Тогда сплю. Тогда отдыхаю. В принципе, как и ты. Да. А ну есть какие-то особые какие-то... Или места силы, или особые способы? Да, есть. Вот я очень люблю рыбалку. Я там я хожу часто на рыбалку вечером, посидеть с удочкой в тишине, выключить телефон и просто вот посидеть, рыбу половить. И в лес в грибы ещё, пожалуй. Я очень люблю в лес в грибы. Но с тех пор, как я купил свой участок, дом, я вообще перестал ходить в грибы. Потому что я понял, что вот это Мещанское болото засосало огород. То есть у меня лес недалеко, совсем рядом. Единственное, зачем я сходил вот буквально на прошедших выходных, это за шишками. Я сходил в лес за шишками. И, конечно, ну вот я за трудовиками хожу в лес, за деревяшечками там прелыми и за шишками пошёл в лес. А за грибами я так люблю. У меня есть, так сказать, приятельница, подруга замечательная, Наталья Батракова. У неё есть свой канал, называется Грибкино. Она заядлая такая любительница этой тихой охоты, этих грибов. И она меня тысячу раз завала и зовёт с собой в грибы. Но я не могу, понимаешь, от огорода никак не могу отцепить. Но мне нравится. На самом деле мне нравится. Вот мне кажется, что вот для меня, как дачника выходного дня, у меня место силы и место отдыха – это в грядах. То есть я на самом деле из города уезжаю в грядки для того, чтобы там отдохнуть. Не, понятно ночью, но вот истопить печечку, да, там тёпленько как-то, а потом там пойти поработать. Ну промокнешь до нитки, ну на печке посушишься. Ну то есть это вот это для меня. Я всё-таки городской виде житель, и для меня огород – место силы. Но два дня в неделю. Поэтому я от него не отдыхаю, я наоборот там черпаю силы, конечно. Но с другой стороны, для меня огород – это и я там не кормлюсь на самом деле, да. То есть это место, где у меня огромное количество цветов, и где у меня овощи. Ну понятно, для еды, но не потому, что я там… Ну я же работаю, и у меня работа совсем другое. И я могу, конечно, купить, пойти, как все в гипермаркет, но я не хочу. То есть я выращиваю, потому что не хочу покупать из гипермаркет. Не потому, что мне надо, я без этого не выживу. А просто потому, что не хочу, хочу кушать то, что я знаю, что это такое, с чего оно выросло. Знаешь, страшное дело было. Вот ко мне коллега зашёл, ну коллега такой в широком смысле, потому что он фермер. И говорит, вот ни в коем случае не бери белокочанную капусту в этом году, не покупай фермерскую. И о пекинской даже не дотрагивайся, даже не подходи к ней, даже не дотрагивайся. Потому что трипс бушевал по всему югу республики. И там так травили эту капусту, эту пекинку, что это просто какой-то кошмар. То есть вообще нельзя потреблять пищу ни при каких обстоятельствах. Ну так, сливают тайную информацию. Ну это хорошо мне она приходит, но я и так знаю в силу своей профессии. Это такое есть. Ну я сам выращиваю и пекинку, и белокочанную, поэтому я не покупаю. Хорошо выглядишь, сразу видно. Человек со своего огорода питается. Стараюсь минимально в магазинах покупать. Как-то свое лучше всегда, ну и вкуснее, естественно. А блогерство для тебя? Это труд, тяжелая работа, которая вытягивает все соки и энергию? Или это некое хобби, которое тоже придает тебе силы и мотивации к движению вперед? Наверное второе. Все-таки это как-то помогает и сама развиваться, да, и какие-то силы дает. И вот многие говорят, что мы у блогеров учимся каким-то новым вещам, но иногда блогеры учатся у людей. Иногда вот такие интересные комментарии пишут зрители, что просто казалось бы сам не додумался до какой-то очевидной такой вещи, но она настолько проста, что гениально. Знаешь почему так? Я это заметил тоже, я же уже не первый, так сказать, год, как это правильно сказать, блогерствую, да, вот, я тоже заметил. Но знаешь почему? Это, кстати, особенность наших каналов, потому что к нам приходит компетентный зритель очень часто. Вот не знаю, наверное, так, вот у нас какой-то другой, мне кажется, другой зритель. Я же тоже иногда забегаю на какие-то другие каналы и тоже там почитываю комментарии, но мне интересно, чем люди живут, что им надо. Надо же рассказывать про что-то, что людям надо, чего они хотят. Они в комментариях оставляют свои потребности, про что им надо рассказать. И я вижу, что у нас другой зритель, вот ты знаешь, компетентный зритель, зритель, которому нужно самому развитие вперёд уже, он развивается и продолжает развиваться. И даже может нам даже вот где-то что-то интересное такое оставлять, что мы можем перенять для себя. Это точно, это очень подмечено тонко, действительно так. Что ж, дорогие зрители, я побывал в очередной раз в гостях у Димы, у автора канала Дмитриев Сад. Мне очень понравилось, несмотря на всю погоду, я вдохновился огородом, мотивировался и зарядился на наведение порядка на земле. Вот, и я буду рад, если вам понравилась наша беседа относительно оптимизации обустройства огорода, где найти время на всё. Сейчас, знаете, ноябрь, как раз самое время для того, чтобы посидеть и поотдыхать, и подумать о том, как нам жить и с чем нам жить дальше, и в какую сторону в нашем садоводстве и огородничестве двигаться. И это очень здорово, потому что, видишь, мы такие разные, да, и у нас у каждого свой подход к садоводству и огородничеству, но от каждого, наверное, зритель сможет взять себе что-то полезное, нужное, интересное, перенять. Вот, самое главное, что мы, как это говорится, смотрим в одну сторону, в сторону вкусного, богатого, плодородного, устойчивого, полезного и безопасного сада и огорода. Да, чтобы урожай был здоровым. Да. Что ж, дорогие зрители, я на этом прощаюсь с вами. Ты прощаешься? Я тоже. Тоже прощается. До самой-самой скорой встречи.